В Каспинске началась Европейская неделя иммунизации, которая инициирована Всемирной организацией здравоохранения. Вакцина давно признана одним из величайших достижений во всем мире, а также наиболее эффективным и экономичным средством в борьбе с инфекциями. Но почему же многие родители отказываются от прививок и что такое вакцина на самом деле? Ответы на эти и многие другие вопросы искали наши корреспонденты. В пятый век до нашей эры почти все население Афин гибнет от эпидемии Тифа. В середине 14 века Европу поразила эпидемия чумы. Ее жертвами становится 35 миллионов человек. И это лишь малый список того, как повальные заболевания пустошали города и целые страны. Но все болезни прошлого были побеждены благодаря специальным разработкам ученых и созданных ими препаратом. Вакцинация проводится уже более двух столетий. И по посчетам специалистов ВОЗ продолжительность жизни в среднем увеличилась на 30 лет. Из них 25 лет – это благодаря вакцинопрофилактике. Сегодня в каждой стране существует национальный календарь вакцинации, в котором 12 наименований прививок от разных заболеваний. В прививочном кабинете в городской поликлинике этот план осуществляется ежедневно. Вот и сейчас маленькой малышке вводят антигены и материал с целью вызвать иммунитет к болезни. Только вот в последнее время молодые родители все чаще отказываются от вакцинирования своих детей. В рамках Всемирной недели иммунизации врачи городской поликлиники стараются побороть страх людей перед прививками. Некоторые мамы связывают отказ с религиозными убеждениями. Некоторые ссылаются на страницы в интернете, где происходит массовая пропаганда против иммунизации. Я своего ребенка прививаю и считаю, что это делать необходимо. И советую другим мамам делать то же самое, чтобы избежать различных болезней. Кому они еще не вредили, я бы советовала делать, конечно. А так, конечно, дело каждого родителя. Что, тебе дышать тяжело? Не так тяжело, я не могу дышать. Пока три минуты, дышать три минуты не пройдет. Постоянный кашель и приступы удушья Шабанова Саида описывает свое состояние. Буквально пару дней назад врачи заподозрили у девочки инфекционное заболевание – коклюш. После ряда лабораторных исследований диагноз подтвердился. Сейчас школьница находится на стационарном лечении в инфекционном отделении городской больницы. Педиатры утверждают, что благодаря тому, что ребенок был своевременно привит, болезнь протекает в легкой форме. На данный момент я хочу сказать, что как педиатр детского отделения, что сейчас в городе очень участились случаи данного заболевания. И, скорее всего, это связано с тем, что многие родители отказываются от профилактических прививок, которые делаются детям до года. Повторно делается ревакцинация, то есть создают стабильный иммунитет против данного заболевания. После этого случая мама девочки в срочном порядке решает вакцинировать и свою младшую дочь, хотя ранее и подписала отказ от прививки. Не сдерживая слез, она просит и всех остальных родителей пересмотреть свое отношение к вакцинам. Вот сейчас мы бегали, сдаем все анализы. Прежде чем сейчас делать прививки, нам нужно всех врачей пройти, чтобы врачи разрешили, чтобы делать прививки. Хотя мы у этой девочки делали прививки, мы бы все равно заболели, а если бы не было, то могло бы еще хуже. То есть обращаюсь к родителям, чтобы действительно все делали, то, что врачи говорят. Спасает или же калечит жизни наших детей прививка. Врачи-иммунологи успокаивают всех родителей и утверждают, что благодаря иммунопрофилактике заболеваемость краснухой, гепатитом и рядом других инфекционных заболеваний в стране снизилась в несколько раз. Приводят в пример и недавнюю вспышку кори в России, когда более 80% детей заболели этой тяжелой вирусной инфекцией, потому что родители не сделали им своевременную прививку. Шахноват Кулиев, Алексей Колесников, Новости Каспи-ТВ.